Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Сегодня наша передача посвящена вновь ответам на вопросы зрителей. Первый вопрос – что такое благоговение? Как его в себе воспитать и как оно должно проявляться в храме и вне храма? Благоговение – это чувство страха Божия. Это в том смысле, в котором говорят о нем святые отцы. Святый Василий Великий, Авадорофей. Страх Божий – это боязнь оскорбить Бога чем-то. Это не страх наказания, это не поиск какой-то выгоды. Знаете, вот человек будет хорошим, ему за это будет хорошо. Или он будет плохой, его за это Господь накажет. А это такой страх сыновней, страх оскорбить отца, как-то его обидеть, не воздать ему той чести и того благоговения, которым он заслуживает. Вот, наверное, так описательно можно объяснить это слово. Это чувство постоянного хождения перед Богом в присутствии Божьем, когда человек старается как-то себя постоянно вести аккуратно, ответственно, честно, когда он все время ощущает вот это присутствие Божие. И даже если его не видят люди, он все равно старается быть таким, каким должен, а не таким, каким он хотел бы выглядеть на людях. Это благоговение имеет много составляющих, и, наверное, одно из основных – это поведение в храме. Это соответствующее, такое вот строгое, неразвязное поведение. Это почтение к тем святыням, которые находятся в храме, к иконам, к святым мощам, к тому, что происходит в храме во время богослужения. Это целый, наверное, такой комплекс жизненных установок человека, которые связаны, повторюсь, со страхом Божьим и схождением перед Богом. – Спасибо. Следующий вопрос. В житии преподобный Серафим Саровский раскрывает цель христианской жизни – стяжание Духа Святого Божьего. Возможно ли это для обычного человека в наше время? Мне кажется, это слишком сложно и непостижимо в миру. Что для этого надо делать? – Да, это очень замечательное, интересное учение преподобного Серафима Саровского о стяжании Духа Святого, стяжании приобретения. Преподобный Серафим был сыном купца. И в детстве с отцом сидел в его лавке, который торговал. И поэтому у него иногда проскальзывают такие образы из такой купеческой жизни. Вот стяжание – это приобретение. У него есть, кстати, очень хороший один такой образ. Он говорит о том, что человек должен что-то приобрести, собрать, стяжать свою душу для того, чтобы иметь возможность дать окружающим. Так и купцы, если в лавке товара-то не будет, если они расторгуются, то люди придут, покупать-то нечего. Так и человек, если в сердце у него ничего нет, пусто, то он не может ни помочь, ни подсказать, ни чем быть полезным для других людей. Ну, такой вот достаточно простой образ. А стяжание Духа Святого – это приобретение даров Святого Духа, о которых говорит апостол. Плод духовный – есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, милосердие, кротость, воздержание. Вот эти плоды Святого Духа человек должен приобрести в своей жизни. Как он это делает? Конечно же, жизнью церковной, жизнью глубокой, жизнью внимательной к самому себе и жизнью, в которой главной целью человек ставит совершать добродетели, стараться жить по заповедям Божьим. Вот, собственно говоря, жизнь по заповедям, жизнь, которая наполнена вот этой вот борьбой с ветхим человеком и очищением своего сердца, она постепенно и приводит к тому, что добродетели как-то вот приходят и поселяются в человеческом сердце. Это сложно. Даже сам преподобный Серафим говорил о добродетелях. Тоже очень такое забавное выражение. Добродетель не груша. Ее вдруг, то есть сразу, не съешь. Да, груша сладкая, сочная, ее вот так взял и съел сразу. А добродетель – это что-то другое. Надо очень сложно и долго ее, как бы, вот, всаживать в свое сердце. И поэтому это требует большого труда. Собственно говоря, он и говорит, что смысл жизни христианина – это стяжание даров Святого Духа. А в миру человек… В миру это можно делать. Не в той степени, конечно, как это можно делать в монастыре, как это делает монах, подвижник. Но все равно добродетели – это они везде одни и те же. И плоды Святого Духа, которые я только что перечистил, названные апостолом, они ведь в миру-то еще, наверное, более ценные, чем в монастыре. Да, представьте себе, если рядом с нами находится кроткий, мирный, расположенный ко всем человек, который всех любит, всем старается помочь, никому не завидует, ни на кого не обижается и никого не обижает. Это же золото просто кусок. Поэтому, я думаю, что, конечно, нет тех условий, которые в монастыре, потому что именно монастырские все сложности жизни, трудности, о которых говорят, ой, зачем вот себя закрывать в монастырь, идти, то ли делать жизнь в миру, а вот люди уходят, что-то себя мучают. Вот мучают для того, чтобы добродетель могла как бы так укорениться в сердце человека. Так, со стороны человека, который обрабатывает землю, копает ее, баранит, тоже, можно сказать, мучает ее. Зачем он ее мучает? А вот если не мучить вот так, она там не вырастет, ничего, кроме сорняка. Вот примерно так вот и в миру тоже человек должен как-то вот обрабатывать почву своего сердца для того, чтобы на нем могли вырасти добродетели. Это не так удобно, как в монастыре делать, но все равно возможно. Следующий вопрос от зрительницы. После воцерковления я стал яснее видеть грехи, но не только свои, но и окружающих людей. Подскажите, пожалуйста, как не осуждать и обрести любовь к людям? – Ну, видеть свои грехи – это хорошо. Замечательный святой преподобный Петр Дамаскин вообще сказал как-то, начало спасения человека – это видение им своих грехов, бесчисленных, как морской песок. И это очень точная вещь, потому что чем более внимательно человек в себя всматривается, чем более внимательно он анализирует все движения своей души, тем яснее он видит, что большинство из них, если не все, они или греховны, или заражены грехом в какой-то степени. Даже то, что мы считаем иногда очень хорошим и замечательным, к нашим хорошим поступкам и словам, и мыслям примешиваются тщеславие, примешиваются какие-то меркантильные интересы и так далее. А вот других людей нам заповедано не рассматривать внимательно. Нам сказано, что никакого отношения к чужим грехам мы не имеем и не должны иметь. Мы все примерно одинаковые, но каждый чуть-чуть по-своему. Ну, в принципе, все почти одно и то же у каждого человека. И поэтому есть хороший такой образ сравнения. Вот больницы, скажем, лежат у одного, у веркулеза, у другого рак, у третьего, еще что-нибудь, четвертый, без ноги, пятый, без руки. Ну, не будь же без ноги возмущаться тем, что рядом лежит без руки. У него другое, но тоже болезнь, тоже недостаток. А мы похожи, когда мы, забыв о самих себе, о том, что наполняет наше сердце, когда мы, забыв об этом, начинаем высчитывать чужие грехи и недостатки, мы похожи на таких больных, которые возмущаются друг другом, не понимая, что сами находятся примерно в одинаковом положении. Это неправильно. И с этим нужно бороться просто-напросто. Когда человек видит чужие грехи, нужно с этим бороться. И самая такая, наверное, эффективная борьба заключается в том, что повнимательнее смотреть на самого себя. Спасибо. Следующий вопрос задает подросток. Мне 16 лет, и я, как многие подростки, люблю играть в компьютерные игры. А там бывает много кровопролития. Вроде бы в понарошку, да? Но управляя героем и убивая других персонажей, не совершаю ли я грех в действительности? Мне кажется, что в игре я могу избавиться от отрицательных эмоций, не причинив неприятностей в жизни. Ну, да, есть такое мнение, что вот эти все вещи, стрелялки, так называемые, они как бы помогают человеку выплеснуть плохую энергию, там всякие отрицательные эмоции. Да, зато потом он, встав от компьютера, такой хороший, добрый, милый мальчик идет и совсем не вежлив, и очень хорошо. Сами понимаете, смешно, правда? Вот, потому что все эти вещи, они неизбежно оставляют след, и очень большой след в душе человека. Неважно, из 16, тем более, или 61. Если вот чем больше и глубже погружен человек в виртуальный мир, в данном случае мир этих игр, и тем более, если они такие достаточно жесткие, чем это все равно отпечатывается, и человек не остается без последствий, без воздействия этого. И мы знаем массу примеров, и еще больше примеров знают те, кто профессионально занимается с подростковой преступностью, могут рассказать огромное количество случаев, когда именно вот эти игры приводят к таким... Да, все равно люди, особенно в подростковом возрасте, вы же понимаете, тут нет еще собственного опыта какого-то, житейского, и они не понимают каких-то вещей, да, и могут сделать как бы по наружке то, что они много раз видели, а на самом деле взяли или убили, или покалечили кого-то, или самих себя. Поэтому пользы в этом никакой нет, и лучше от этого избавиться. Тем более, если молодой человек, который это пишет, человек, ну, так сказать, видимо, имеет отношение к церкви какое-то. Вообще в жизни есть масса интересных вещей, а 16 лет – это время, когда нужно очень много потратить усилий для того, чтобы познавать мир. Нужно книжки читать, нужно с людьми интересными общаться. Вообще много чем можно заняться в этом возрасте, кроме компьютерных игр. – Как научиться доверять Богу, если многолетняя горячая мольба не исполняется? Это приводит меня к отчаянию, ропоту и обиден. – Молиться можно по-разному и в разных вещах. И есть такой принцип, если какая-то молитва, какая-то просьба, которая у человека обращается так регулярно, она остается без ответа, наверное, она не очень нужна этому человеку, выполнение этой просьбы. Скорее всего, даже может быть вредным. Действительно, вот это вопрос доверия Богу, насколько мы Ему доверяем, насколько мы готовы принять все, что Господь нам посылает, или наоборот, не посылает. – Это одна из самых таких базовых составных частей нашей веры – доверия Богу. – Как лучше поблагодарить Бога? – В Евангелии сказано, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. – Благодарность Богу – это любовь к Богу. Любовь к Богу – это соблюдение заповедей. Вот благодарность Богу может быть такой, когда человек полагает для себя совершенно обязательной такой вещью жить по заповедям Божьим. Быть таким, каким хочет нас видеть Бог. Наверное, это самое главное. – Можно ли просить о молитве в интернете? Заказывать требы по интернету или просто просить других людей? Надо ли молиться за тех, о ком просят помолиться в соцсетях? И люди в комментариях пишут – помоги, Господи! Действительно ли такая молитва? – Давайте я передачу сделаю на эту тему. У меня много есть, что сказать по этому поводу. Если вкратце, я против того, что сейчас буквально на моих глазах, на наших глазах, буквально несколько лет последних, возникла вот такая молитва по интернету. Совершенно неправильно. Человек должен, во-первых, молиться сам. Первое. Второе. Если он хочет, чтобы за него молились в церкви, он должен в церковь прийти. Он должен написать свою записку, подать ее в алтарь, священнику, и сам присутствовать на этой службе, и сам молиться, сам молиться о тех близких ему людях, о здравии или покоении, которым он хочет помощи Божией. Это обязательно. Все остальное – это уже такой православий-лайт. К сожалению, достаточно много священников сегодня это поощряют. Это превращается в такой бизнес уже, простите, но такой частный. Сегодня служу литургией, пишите записки. Вы можете жертвовать на банковскую карту, номер такой. Я считаю, для ощущения, это просто даже недостойно так говорить и так писать. А это сплошь и рядом сегодня в интернете. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова